Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня говорим только о прекрасном. У нас в гостях Владимир Вашкуров, художественный руководитель театра студии «Балет 21 век». Здравствуйте! Здравствуйте! Балет. Как много в этом слове. Скрывается за ним изысканность, легкость и грация. Балет – это не только красота танца, это сценическое искусство, воплотившее в себе спектакль, облаченный в музыкально-хореографические образы. Есть ли этому чуду сегодня место в таких провинциальных городках, как Рязань? Об этом поговорим с художественным руководителем театра студии «Балет 21 век» Владимиром Вашкуровым. Сегодня театр-студия представляет собой университетский коллектив. То есть в этом коллективе занимаются, ну не практически, а все студенты только. При театре существует еще детская студия, ну там уже, конечно, дети. Но они как бы подрастать будут и будут вливаться к нам. Что касается, значит, коллектива, который состоит из студентов, ну у нас уже сколько, 10 лет мы в университете. И, в общем-то, за это время уже, конечно, много сделано. Вот коллектив, конечно, изменился по сравнению с тем, который был с самого начала именно «Балет 21 век», потому что тогда были серьезные очень постановки. Вот за 5 лет мы сделали коллектив, который был на очень высоком уровне. Уже чисто как бы с профессиональной точки зрения. Конечно, это были еще не профессионалы по-настоящему, но с хорошей очень подготовкой. Мы могли ставить даже и одноактный балет у нас был, и постановки миниатюры были достаточно серьезные и на конкурсах и в Москве, и в Питере, и в Ростове, да, но ниже лауреата в первой степени мы не опускались, как правило. Не было такого. Да с грустью как-то немножко об этом говорить. А что сейчас? Неужели стало немножко мельче, скажем так? Да. Сегодня занимаются студенты, которые приходят в университет. Кто-то когда-то занимался, кто-то вообще не занимался. И, понимаете, вот это уже разношерстность некоторая. Профессионализму уступили просто желание что-то сделать, быть полезным, красивым. Да, да, да. Дело в том, что коллектив задумывался с самого начала, он же родился в филармонии нашей. Он задумывался изначально для того, чтобы сделать профессиональный коллектив в Рязани. Но власти к этому вопросу отнеслись достаточно холодно, и мы эту тему закрыли просто. Балет вообще-то актуально сегодня? Все-таки этим надо заниматься, наверное, всю жизнь, я не ошибусь, если скажу именно так. То есть все время тренировки и физические, и духовные, и моральные. Абсолютно вы правы. Потому что если вот тогда, когда театр зарождался, и когда мы, значит, вот пять лет, шесть, семь лет примерно, у нас занятия были каждый день. Каждый день дети ходили. Кроме понедельника, вот как в театре. Понедельник, выходной, да? А все остальные дни. И мы давали по 150, по 200 концертов в год. Насколько большой коллектив, и в первую очередь, есть ли в нем мужчины? Сегодня, наверное, этот недостаток сказывается везде, и на факультетах каких-то, и тем более в танцах. Приходили и ребята тоже, так же вот, как говорится, без подготовки. Но у нас же трудно. Конечно. Везде трудно, если хочешь быть на высоте. Да, совершенно верно. Вот. И поэтому просто не выдерживали, и уходили опять куда-нибудь в рукопашный бой. Ну, для ребят сейчас это более актуально. Практически у нас из старого коллектива осталась одна девочка, солистка ведущая. Вот. Но она очень серьезная, лауреат очень многих конкурсов и в Москве, и в Петербурге. Остальные девочки вот как бы научаются, будем говорить так, слово такое когда-то было. И тем не менее, вот, буквально через год, наверное, мы поехали в Москву на студенческий фестиваль «Фестус». Давно там не были, куда два. Вот. И все-таки звание лауреата в первую степень привезли. А какие еще регалии сегодня есть, радуют душу, направляют на дальнейшие какие-то достижения? Ну, хорошо. Значит, четырехкратные лауреаты фестиваля «Единая Россия» международной в Москве. Гран-при в Петербурге. Значит, и лауреаты первой степени тоже на приз, значит, народного артиста России Бориса Яковлевича Брегвадзе. Это мой преподаватель, и он учился. У нас, как бы, основа все-таки классический танец. И вся подготовка идет на основе классики. Это и руки, это и все, и голова. Ну, то есть, понимаете. А это больше танец или больше театрализованное какое-то действие, вот какая-то общая картинка, которая заставляет, держит? Что же дальше? Да, мы стараемся не ставить без сюжетных танцев. У нас это, ну, уже в крови, понимаете. Я профессиональный балетмейстер, и я просто не могу. Ради чего-то, естественно. Зерно должно быть везде. Все, что режиссерское, везде должно быть с изюминкой. Может, танец быть без сюжета, но без содержания не может быть. Насколько занятия в вашей студии дают шанс куда-то еще дальше? Все-таки здесь хорошо, но здесь Рязань, достаточно небольшой провинциальный городок. Вот когда был первый состав, вот, половина из них разъехалась в Москву, в Питер, там, и так далее. И занимаются, собственно, девчим занимаются. Да, да, да. Мы продолжаем учить тех людей, у которых, скажем так, не очень серьезная подготовка, но они вот как-то могут... Серьезные желания, да. Да, серьезные желания есть, и они стараются, и это дает свои плоды. Вот, и даже, я говорю, мы можем поехать на любой конкурс, у нас есть некоторые программы сложности. Сейчас стали вот с университетом, ну, знаете... Время, наверное, в первую очередь, чтобы найти на репетиции, на все... Нет, время у нас тут все в порядке. Мы сейчас в основном занимаемся, основные занятия три раза в неделю, но солистов или что-то такое я могу вызвать в любое время, то есть на неделе в любое время. Мне бы, знаете, очень хотелось, чтобы вы что-нибудь сказали тем людям, которые считают, что балет умирает немного, да, может быть, где-то там на московских каких-то сценах, да, а вот здесь, на периферии, не очень. Я думаю, что это далеко не так. Как бы вам сказать, дело, понимаете, в чем? Вот это засилье вот этой масс-культуры, правильно я думаю, что я говорю, да? Вот, все вот эти вот танцы на улице... Да, искусные причем чаще всего. Вот, вот что мы и говорим, вот смотрим сейчас. Очень много, очень много сейчас коллективов, коллективчиков и так далее, которые занимаются просто, ну, уличными танцами. Знаете, вот фильмы идут, уличные танцы, вот. Это, вот, то есть это берется из-за границы, как бы, да? Вот, но они не понимают того, что за границей это именно уличные танцы. Они не танцуют на сцене, это. Они танцуют на каких-то площадях, там, ну, где много народу, вот они собираются друг с другом, конкурсы у них, все это, все это, да. Но это масс-культура. А вообще к искусству это, скажем так, никакого отношения не имеет, если говорить честно, да? Вот, ну, тем не менее, если говорить о балете вообще, то я не сказал бы, что этот вид искусства умрет. Вот почему? Потому что, вот, даже по телевидению, по Первому каналу, там, и по культуре были, вот, сейчас, как сказать, программы такие, да? И большой балет, и тот, и все, и, в общем-то, пропаганда идет, и слава Богу. Но то, что если раньше в самодеятельности половина, ну, большая часть самодеятельных коллективов были, некоторые почти на уровне профессиональных. Ну, вы же знаете, что сейчас и к образованию все повернулись немножко. А вот, кстати, вы сказали фильмы, я поймала себя на мысли, вот, в последний раз, сейчас очень много таких танцевальных именно фильмов, что как раз-таки уличные какие-то танцы, куда внедряются как раз вот балетные какие-то па, еще какие-то вещи. Интересно, и у вас не было желания что-то такое сделать, чтобы, с одной стороны, привлечь молодежь, а с другой стороны, показать, что театр – это круто, именно в том понимании, как молодежь сейчас это понимает? У нас была такая мысль, и мало того, даже не мысль, а было это практически сделано. Мы, так сказать, попытались набрать коллектив, которые, ну, которые занимались бы вот таким танцем, скажем, вот, типа там, хей-хоп, всякие-то эти вот, все эти, да? Вот. Вы знаете, дело в том, что делать танцы на том уровне, на котором делают все, ну, это неинтересно нам, понимаете? А выше что не дает? А выше не дают их возможности. Западный круг. Да, как это говорил Хазанов про этих, кто-то у них арендовал помещение, говорит. Да, они пели, танцевали в силу своих возможностей, но возможностей у них не было. Я вам желаю, чтобы возможности совпадали с тем, что хочется. С желаниями. С желаниями, конечно. Спасибо, что нашли время. Удачи вашим ребятам, которые будут продолжать одерживать победы, я надеюсь. Ну, а с вами наш, уважаемый телезритель, я прощаюсь. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok